Пишет Рабаш вот в этой статье о том, что мы каждый день начинаем работу в свой степетом Рамзес. То есть вначале в состоянии Рамзес стремимся к соединению, стремимся к Творцу, а потом раскрываем, что это соединение ни к чему не приводит. И мой вопрос, а в результате чего все-таки приходит вот это состояние отчаяния в собственных силах, если, как пишет Рабаш, каждый день работа заново начинается? В какой момент приходит вот это отчаяние? Отчаяние приходит из того, что мы хотим подняться в веру в высшизнание и стремимся, чтобы получить эту силу веру в высшизнание, подняться выше нашего эго, сделать что-то против нашего желания получать. И ищем силы, как мы можем, мы стараемся, стараемся двигаться в направлении Творца, чтобы получить эту силу веры, чтобы мы могли делать действия выше того, того, что наше тело позволяет, наше желание получать позволяет. К этому мы, как правило, когда хотим сделать какой-то шаг вперёд, видим, что мы в этом полушаге падаем. И тут мы должны учиться, как нам всё-таки нужно приводить в действие силу молитвы, общую, от всей десятки. От одного человека это не получится. Это как раньше мы учили, что человек блуждает по полю, не может прийти к цели, братьев своих ищуя. Но если мы все постепенно ощутим, что нет выбора, мы обязаны прийти к радиоотдаче, через это друг другу, к Творцу, и поэтому мы должны соединиться друг с другом в группе, мы можем, человек, который поможет ближнему, привести к тому, что наши сердца соединятся и возопят к Творцу, чтобы он помог нам соединить сердца в окончательном виде. Мы находимся в этом устремлении, но не способны на объединение, потому что у нас нет силы. Сила объединения — это Творец. И тогда, когда мы кричим к нему еще раз, еще раз, еще раз, мы приходим к осознанию эго между нами. Это называется уже казнь, удара. И переходим, преодолеваем и строим. В тот момент, когда мы начинаем строить связи между нами над десятью казнями, десятью раскрытиями нашего эго, тогда уже в этом мы строим внутреннее состояние в десятке такое, когда ощущаем в нем, что мы действительно поднимаемся выше фараона, выходим из Египта. Это все происходит в десятке. Все ощущения, все понимания, постижения, все происходит внутри десятки. Это в наших состояниях между нами. Внутри десятки мы ощущаем, что мы убегаем от эго, оставляем фараона, обязаны выйти, убежать. И это все усиление объединения между нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!